Сиди, сиди, там не надо. Думаю, утром, ну чем себя занять? Вспомнила, надо же сегодня заказ Фоберлик делать. И очень долго, девочки, я делала заказ. Девочки и мальчики. Каталога опять нету. Сначала хотела я оставить, когда придет, может быть, через пару дней каталог загрузит. Но потом думаю, я в прошлый раз обошлась без каталога. Ну и когда пришла на пункт, мне Ира предлагала, хочешь, я тебе продам каталог. Она же заказывает себе их много, и я могла у нее купить. Но я подумала, что я его уже посмотрела себя в кабинете в своем. Зачем мне тогда он нужен? Девчонкам, которые, ну вот, конечно, Люда могла бы посмотреть. Но она сейчас сказала, я плачу два кредита, телефон и холодильник она взяла. Вот, говорит, мне сейчас ничего не надо, это у меня все есть. Вот. Поэтому я так думаю, для себя я выбрала то, что мне надо. И так вот случайно, ну как случайно, я почему-то об этом мечтала, я очень хотела чайник, вот этот гунг-фун, по-моему, называется. Так я его назвала или не так? Вот. Подумала, хочу я этот чайник, вот пока его не было. И тут я набираю этот номер, и появляется там чайник. Думаю, елки-палки, чайник есть, надо заказывать. Раньше он как-то был дешевле, сейчас сегодня он 22 рубля. Получается, мне он 18. Ну, я заказала там еще и еще, я потом, конечно, вам покажу, что я заказала, когда получу. Вот. И думаю, закажу чайник. Но я же, знаете как, я же не могу вот так вот раз и сразу все заказать. Мне надо подумать с чувством, с толком, с расстановкой. И стала я думать, а зачем мне нужен этот чайник? Он, сколько он, 900-950 миллилитров, почти целый литр чая. Алла любит чай. Ну, может и кофе выпить. Лена пьет только кофе. Аришка любит кофе. Ну, может и чай выпить, если нет кофе. Люда только кофе. Редкий случай, когда чай... Ой, что-то нос зачесался. Я про чай, про кофе, а у меня нос чешется. А вот. Таня в основном кофе. Да она и не приходит. Все, работа, все отпуска поотгуляли, все сделали, целый отпуск. Таня там тоже в этом работала, то ей дрова привезли, то ей потом брикет привезли. Все это... Ой, как хорошо, что я когда-то все-таки провела газ. Это милое дело. Вот раз, щелкнул. Да, котел дорогой. Да, он дорогой. Вот. И платить за его обслуживание надо, и платить за газ надо. Все, но зато чистота, порядок, и холодно стало, включил, и все. Да, протопить тоже можно. Когда-то мы топили, но вот сейчас, сейчас вот это... Я как подумаю, что вот надо было бы ехать, заказывать эти дрова. Потом их надо было переносить. Потом их надо было, может быть, там подпиливать, подкалывать. И растопка эта нужна. Еще брикет. У Тани паровое отопление. И брикет этот надо. Помню, как тоже получали этот брикет. А это было проблемы. То его нету, то еще что-нибудь. И то больше его не дают. Вот. Привозили. Возле дома его сгрузят. Надо было убирать. Надо было... В гараж там, где гараж сейчас, там сарай был, туда перетаскивали этот брикет. Каждый день это надо было эти печки топить. И пыль, и грязь, и... Ой, боже мой, как это, это самое... Все это было тяжело. Вот. Но в то время еще была мама жива, и... Газ я уже провела еще до Васи. У меня уже это все было. А до этого мы... Мы жили с мамой. Да, мы жили с мамой, потому что я как-то... Много лет жила между мужьями, много лет жила одна. Вот. И вот это вот каждое утро надо было вставать и топить эти печки. Ой, потом я уже сделала паровое отопление, тоже вот как Таня, и дрова, и брикет. Ну, а потом, как газ повели, тем более, когда ложили трубы все самые на улице, то это нам было бесплатно. Это было бесплатно. А потом уже мы подключали все сами. Я имею в виду с домов со всех. Подключали все уже за свои деньги. Вот. Ну, и о чем я? Начинаю об одном, потом о другом. И вот сейчас, вот я говорю, вот я сейчас, мне тепло, мне хорошо. Я смотрю на улице, дождь идет. Мне не надо топить печки, мне не надо ничего делать. Я включила. У меня горячая вода. Если я хочу, я пойду в бане полежу, погреюсь, помоюсь. Вот. И никуда не пойду. Хорошо есть вот шмяку еда и даже не на один день. Так что... А я-то мечтала, что будет бабье лето. Я вчера... Вчера была такая шикарная погода. И я смотрю, думаю, ну вот, завтра, наверное, Вася уже получит пенсию. Он приедет в город. Он придет. Мы с ним, это самое... Спалим вот эту вот траву всю, которую я нарывала и которая у меня кучами лежит и высохла. И, может, шашлыки сделаем. Все. Все планы рухнули, как только пошел дождь. Ну, а теперь, я не знаю, он приедет, потому что, конечно, ему надо квитанцию эту, надо платить за машину эту, налог. А машина-то на мне. А машина-то на мне. Не знаю, чего не переводит. Это как я с Людой разговаривала. Я говорю, умру я, у него будут проблемы с машиной. Умрет он, у меня будут проблемы с машиной. Шмяк намылся и улегся. Вот правильно, нечего на улице лежать под деревом, когда кругом льется и кругом мокро. Намылся, вымылся весь, скрутился в клубочек и спит. А вот. Раз не пустила на руки, надо хоть на стульчик лечь в окошечко, возле окошечка. Если б не было тут этих самых моих орхидей, то он, конечно, б на окно лег. Так, ну, куда мне их убрать? Куда мне их убрать? Я их тут, это самое, полила. Смотрю на одной орхидее листик желтенький, на другой, но там растут уже. Одна орхидея опять выпустила хвостик. Цвести будет. Все лето они вот не цвели, а теперь вот цвести опять собираются. Так, утром, что делала утром? Утром посмотрела, посмотрела, конечно, компьютер. Ну, как без него? Ну, вот сделала заказ в Аберликовский. В общем, чайник я не заказала. Девчонки, перекидываю мысли вот так вот, туда-сюда, это самое. Короче, чайник я не заказала. Я его забросила себе в корзину. Вот, и думаю, думала, 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 потом думаю, я больше всего кофе пью. Чай я пью иногда. Иногда мне хочется, да, заварить чай, хороший, вкусный, и туда листики забросить там от смородины или от мяты. Мята у меня вывелась. Слушайте, выводила, выводила, она взяла и вывелась. И у меня есть чайник. Вот он стоит. Вот, я с пирогом вам показывала, как я заваривала чай. Этот чайник я привезла с Одессы очень-очень давно. Очень давно, с седьмого километра. Когда они, чайники эти, только появились. И я тогда там его купила. Вот. Но я редко им пользуюсь. Ну, иногда вот, если кто из девчонок придет и хочет именно не в пакетике чая, а листового, ну, вот тогда только я завариваю. Он, конечно, маленький. Там буквально на одну кружку и немножко остается. Ну, можно, если на две маленькие. И вот я надумала себе, надо мне этот чайник гунг-фу. И все. Потом подумала, подумала, а зачем он мне надо? Зачем он мне надо? Этот литр чая. Это вот, если большая компания, да, вот большая семья. И сели там вчетвером, попили чай. Ну, один раз, допустим, если на день рождения пришли, пришли или дети, или подруги. Ну, вот один раз в году я его обзаварила. А надо ли он мне? Да не надо, я подумала. Не надо. Нет у меня лишних денег. Зачем мне тратить на эту вещь, которую я просто поставлю? И буду пользоваться один раз в год. Вот. И не заказала. Кому-то повезет, потому что очень много пишут про этот чайник, как его поймать, почему его нету. И вот сегодня я не знаю, потому что вот я решила, что он мне не надо, он появился. Так что, девочки, если кому надо, заглядывайте, смотрите. Красивый конец. Дождь сильнее стал. Думаю, где это, что за это самое. А это от котла труба, которая, вытяжка эта стоит. По ней дождь сильнее начал лупить. Вот оно слышно. Вот. И решила, что не надо мне заказывать. Вообще я решила, что мне надо как-то немножечко начать экономить. Мороженое я уже отъелась за лето. Пирожные я пару дней, нет, три дня я их за ними ходила. Я как-то уже всё, я уже насытилась. Это как я смотрела, какую-то... Или это Пьеха говорила, или это Софи Лорен говорила, я читала, что не отказывайте себе, если вы это очень хотите, но вам нельзя даже, всё равно. Вы купите один раз, объешьтесь, и потом вы уже не будете хотеть. Вот так вот я и с пирожными, и с мороженым, но мороженое как-то почти всё лето ела. Вот. Сейчас я, конечно, уже не хочу. Какой? Вот сейчас собраться, пойти за мороженым, ни в коем случае. Вот. И решила, что надо как-то начать экономить и откладывать хоть по чуть-чуть денег к отпуску. Трудно будет, конечно. Это будет трудно, но я так думаю, что одежда мне не надо, обувь мне не надо, всё у меня есть, никуда я не хожу. Если бы ещё вот какие-то были, это самое, от Фредерик М. были какие-то эти вечера, как раньше было у нас в презентации, надо было какой-то наряд пойти на презентацию. А так после ковида все сидят глухо по домам. По домам сидят все. А сейчас начнётся вот эта вот макрота, то вообще Людуся говорит, я ей вчера это самое позвонила, говорю, слушай, ну ты ж выходная, может, ты придёшь. Не хочу, говорит, даже из дома выходить. Даже не хочу. Хочу отдохнуть. Надоело за за лето, это суббота, пятница, суббота у неё были выходные, говорит, надоело это, деревня это, всё, потом эти закатки, так радостно, говорит, выходной день просто поваляться у телевизора, говорит, не хочу даже выходить никуда. Я же говорю, что я, как только пирог спекла, я позвонила, Ариша написала, приезжай, она говорит, не-не-не-не-не, никуда не хочу, ничего не хочу. Ну вот так вот. Вот. Ну, говорю, так я тебе рецептам, она говорит, Аришка любит печь тоже, но она больше по тартам специализируется. Вот, говорит, у меня противней нету. Я говорю, как, новую плиту, там это хозяева поставили, и противней нету? Говорит, нету, ни одной противни нету. Как это так, интересно, плита? И у меня две, у меня черная и такая серая. Так вот, когда я ее купила, плиту, написано было, что на черной печь нельзя. Я все время пеку на этой серой, какая мне разница, на какой печь. А вот раньше старая была плита, там наоборот, мы на черной пекли все время. Вот. А Аришки все вот эти вот кругляши, которые разбираются, меньше, больше, больше, сердечком там, вот она все в этих вот штучках печет. Вот. Ну, вот так вот, мои дорогие, посидела с вами, поболтала немножко. Кофе выпила. Может, и вы со мной пили кофе? Ну, поговорили, о чем поговорили, ни о чем. Я даже, смотрите, достала печенье себе, вот это вот воздушное, даже в рот не положила ни одну печенюшку. Пойду, не знаю, чем заняться, даже и не знаю. Такое вот. Только остается, что прилечь на диван, да, включить телевизор. Но с утра там, что там, по понедельникам, что там можно смотреть. Поэтому, наверное, найду какой-нибудь фильм на YouTube и что-нибудь посмотрю. Потому что точно, точно никуда не пойду. Такой дождь, такой дождь. Такая неприятная погода. Завидую. Завидую тому, кто сейчас в тёплых краях. Вот сегодня на YouTube посмотрела Алексея Крылова. Вот. Он, война началась, он не снимал видео, жену с детьми отправил в Испанию, а сам был там, я не знаю, чем он там занимался. Не знаю. Вот. А сейчас он в Стамбуле. И вот он очень хорошо вот это вот показывает, рассказывает. Приятно его слушать. Ходил, показывал Стамбул. Вот так душа, вот знаете, вот душа так и просит вот туда вот походить по этим самым рядам с этими одёжками, с этими... Вот дома я не люблю. Вот в Витебске я не люблю по магазинам ходить. Меня не интересуют вот эти вот магазины с одеждой. Там, что у нас там... Ай, как они там называются? Чёрт их знает. Короче, не люблю ходить и смотреть. Мне ничего не надо, мне ничего не нравится. А вот в Турцию приедешь, и в другое место. Вот приехать, и вот там я люблю ходить. Посмотрела Судакова, конечно, вот пока к ней мама приехала, пока там Ирина приезжала, подруга. Вот тоже так. Но я так не смотрю целое, потому что когда начинаешь смотреть, как она там с мамой на маму наезжает, и мама такая бедная, с таким грустным лицом, не могу смотреть, девочки. Вспоминаю свою маму. Тоже бывало, знаете, как в последнее время, когда она болела, сколько я там трындю? Ой, 28 минут уже. Но я уже договорю, когда мама в последнее время уже болела, у нее был один инсульт, потом второй, потом третий, инсульты у нее были речевые. У нее не отнимались ни руки, ни ноги, у нее отнималась речь. И потом она училась говорить. Очень сложно было это. Трудно было понимать. И что было, это самое страшное, что я, а я работала, мы жили с ней вдвоем, потом я уже с Васей сошлась. Вот. И, но все равно он же тоже работал, его дома не было. И я работала на рынке где-то с девяти до трех, потом пока сдавала это все, собирала это сейчас уже, все эти домики, бутики эти все. А раньше приходил, привозили те товар, ты раскладывал его. И я уходила на работу, замыкала ее. Вот. И она меня ждала, потом я приходила, разогревала, кормила ее быстренько в первую очередь. Но она все время ела и не могла наесться. Я врачу говорю, я ее кормлю, а она все, это самое говорит, что она не наелась. Говорит, да, вот у кого был инсульт, те, говорит, вот такое вот свойство имеют. Вот. И бывало мы уже, я ее быстренько накормлю, а потом мы с Васей садимся обедать, ужинать уже, потому что он с работы пришел. Она выходит и плачет. Почему вот ты кушаешь, а меня не кормишь? И мне ее так жалко. Я говорю, мама, я же тебя накормила, но если ты хочешь, я сейчас тебе еще, это самое, еще там, еще будешь кушать. Вот. И я говорю, я сейчас вспоминаю, я говорю, как бы мне вот тяжело не было, вот, в это время, она как-то, долго она болела очень. Один инсульт, второй, третий. И потом уже совсем она как бы-то, ну, все равно она поднималась немножко, но она уже так вот плохо соображала. вот. Вот. И сейчас вспоминаю это все. Думаю, я никогда вот так вот я на нее не гаркала, не фыркала на нее. бывало, бывало, придешь с работы, смотрю, сахар рассыпанный, или еще что-нибудь, беру метлу, она, она мне говорит, Галя, я подмела. Я говорю, ну, хорошо, мама, хорошо, молодец, что ты подмела, а я еще раз подмела буду. А что, я плохо подмела? Я говорю, нет, нет, ты все хорошо сделала. А это, я говорю, маму пригласила в гости и рычит на нее все время. И мама не то так, не так, не так она кабачки положила, не так она их порезала. И бедная мама, мне жалко, мне ее жалко. Лучше бы она поехала куда-нибудь в отель, пришла к этой инке, посидела, поговорила, чаю попила, и опять пошла. Захотела, пошла на море, захотела, пошла по магазинам. Нет, она должна делать так, как инка хочет. И все время на нее фыркает, все время на нее гаркает. Во уже отпуск, а приехала же она на две недели, я не знаю, как она там вытерпит. Если бы это была я, на ее месте, вот я думала, как бы я поступила на ее месте, на месте мамы, конечно. Вот. Во-первых, я не поехала без денег. Не поехала бы туда без денег, зная свою дочь. А она ведь, я думаю, смотрит видео и знает, какая у нее дочь. А то это прикидывается. Ой, мама увидит, что я курю, как будто мама не смотрит видео и не видит, как ты выделываешься на экране, и что ты куришь. И куришь, и пьешь. Все это игра, конечно, на камеру, но маме этой бедной неприятно. Ей неприятно, что такая дочь, что она с ней так разговаривает, все время к ней цепляется. Я бы, конечно, без денег бы никогда туда не поехала, чтобы я не была привязана к этому человеку. Я бы ушла, сняла бы отель, и уже последние остальные дни я бы отдыхала так, как я хочу. Так, как я хочу. Но ни в коем случае уже больше я бы к ней не поехала. Никогда. Никогда. Как бы я не хотела. Как бы я не хотела поехать, если бы у меня денег не было, я бы уже к этому человеку никогда бы не поехала. Но есть она дочь, ну и пусть будет, потому что это злой человек. Злой. Неуправляемый. Гадкий человек. Ладно, девочки, я тут уже вот так. Вроде бы и говорить нечего. Как начинаю говорить, так никак меня не остановить. Надо собрать видео, ну, чтобы завтра, чтобы завтра было что-то, что-то с вами поговорить. Все, мои дорогие, встретимся с вами завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.